Меня зовут Дарья, я закончила МГПЛУ, я училась в Институте иностранных языков здесь. Я никогда не хотела быть преподавателем, мне это никогда не нравилось, но я не поступила туда, куда я хотела поступить, и я оказалась здесь. Очень такое печальное начало, но оно в конце концов привело меня туда, куда я хотела. Вообще, чтобы вы понимали, для меня стоять здесь – это самый страшный кошмар в жизни. Поэтому я не хотела быть преподавателем, я очень боюсь людей, очень боюсь рассказывать о чем-либо, и вообще это просто самое страшное, что может быть в моей жизни, поэтому потерпите меня. Я закончила педагогический университет, я училась здесь, я закончила специалитет по специальности теории и методики преподавания иностранных языков и культур, китайский язык. Я закончила его, и как многие мои коллеги, выпускники, мы не знали, чем заняться дальше. Все пошли работать в школу, в университеты, для меня это было ужасно, я очень этого боялась, я решила стать переводчиком. Несколько лет я работала переводчиком китайского и английского языков, и это мне тоже не понравилось. Я вообще такой человек, мне не сильно много чего нравится в этой жизни. Я слышала это лечиться. И, значит, я занялась всем этим, а потом я стала задумываться над тем, что мне на самом деле очень нравились многие вещи, которые нам преподавали здесь. Мне нравилась педагогика, я хорошо понимала дидактику, антропология была моим любимым предметом. И я решила заняться педагогикой, но с более исследовательской точки зрения. Я стала искать, какие есть программы, которые отвечают моим интересам, и нашла программу. Тогда я не знала, как это правильно переводить. Я до сих пор не знаю, правильно ли я перевожу свою специальность. По-английски она называется instructional designer. Я решила, что это будет педагогическим дизайном, потому что никто мне не сказал нет. Пришлось идти с этим названием. И, соответственно, сегодня будет у нас лекция о педагогическом дизайне. Я закончила Колумбийский университет в Нью-Йорке по специальности педагогический дизайн и новые технологии. И после этого я работала в нескольких крупных компаниях. Я работала в Girls Who Code. Это девочки, которые программируют. Это нон-профит, который занимается преподаванием программирования именно девочкам. Это, соответственно, школьницам, выпускницам школы, старшей школы, младшей школы на разных уровнях. Я работала в Международном комитете по спасению. Мы работали с беженцами. И сейчас я работаю в мэрии города Нью-Йорка, в особенности с отделом по работе с бездомными людьми. И я главный педагогический дизайнер. Я немножко расскажу о том, чем я занимаюсь, как, что такое педагогический дизайн, почему это важно, почему это интересно, и вообще что с этим делать. Хорошо? Отлично. На самом деле я хотела начать с того, что педагогический дизайн – это такая очень активно развивающаяся сфера педагогики, в которой… И очень сложно объяснить, что это такое человеку, который… Любому человеку. То есть я маме своей раз 20 уже объяснила, но не помогло. То есть она все еще как бы… То есть ты как бы педагог, но ты как бы дизайнер. А что такое дизайнер, еще раз? Ну такая у нас сложная такая… Такой день сурка, в котором мы никак не можем разобраться, что это такое. На самом деле я хотела начать с того, что спросить у вас. Какие у вас есть ассоциации с вот этими двумя словами – педагогический дизайн? Что вы думаете, что делает педагогический дизайнер? Не стесняйтесь. Да. Отлично. Еще варианты? Можно прям выкрикивать. Даже не надо спрашивать. Загадка, в общем. Загадка. Ну, на самом деле, у меня была смешная история. Я две недели назад шла по улице в Нью-Йорке, там, где я живу, и я встречаю свою преподавательницу из Колумбийского. Мы не виделись с ней полтора года с моего выпуска. И она меня спрашивает, «О, Даша, отлично, ты хорошо выглядишь. Как у тебя дела? Чем ты занимаешься сейчас?» Я говорю, «Я работаю в мэрии, все так интересно, мне очень нравится». И она спрашивает мне, «А что ты делаешь-то?» И вот я поняла, что эта беседа о том, что делает педагогический дизайнер, она как бы никогда не кончится, потому что отрасль так быстро развивается, что сегодня мы делаем одно, а завтра мы делаем другое. Простите. И поэтому как бы это такая бесконечная беседа. Я бы хотела сказать, все ответы были правильные, но ответ был только один, и он совершенно правильный. Да, это форма оформления педагогического материала, а еще это работа над онлайн-курсами. Я себе объясняю это так, что об образовании мы всегда говорили в контексте школы и университета, высшее образование, среднее образование. Но сейчас, когда мы живем в мире, в котором очень меняется все, очень быстро технологии меняются, профессии меняются, нам приходится учиться не только в школе, или в институте, но и на рабочем месте. И, соответственно, в школе учитель, в университете преподаватель, а вот вне этого это все педагогический дизайнер. Это человек, который вам собирает педагогический процесс на всех его уровнях. Разработка материалов, склеивание их, загруживание их в систему, из которой вы их найдете. То есть педагогический дизайнер — это тот человек, который вас от точки А в точку Б доведет в вашем педагогическом поиске правды. Значит, поговорим на примерах. Я не люблю сильно разговаривать. Значит, вот прекрасный пример онлайн какой-то страницы, на котором у вас есть, соответственно, видео приостановленное здесь, есть текст этого видео. Какие есть идеи на тему того, что с ним не так? Что-то бедно. Да. Согласна. Прекрасно. Да. Ну, мы не знаем, что там в целом видео. То есть это как бы приостановленное видео. Может быть, оно лучше само по себе целиком. Но да, конкретно в этом моменте недостаточно какого-то визуального оформления. Правда? Что еще? Совершенно согласна. Нечитабельный текст. Частично это моя вина, потому что это плохой скриншот. Частично это их вина, потому что недостаточно контраста у текста. Еще варианты? Ложная. Какая фраза? Сложная. Сложная. Да, согласна. Да, согласна. Мы как бы не знаем, что происходит на видео, но как бы слишком много текста, и он слишком не схематичен, и как бы, ну, сложная действительно фраза. Я согласна. Еще. Да. Да, я тоже думаю, что они лучший выбор аутфита. Я согласна. Да, отвлекает. Ему, видимо, никто не сказал, что лучше носить что-нибудь попроще, не зеленое, и не какие-то определенные моменты, которые всегда требуют люди, которые снимают эти видео. Еще варианты? Согласна, да. Абсолютно верно. Вот вы, если… Вот вы в первый раз увидели это, вы на онлайн-курсе. Вот вы увидели это в онлайн-курсе. Вы знаете, куда идти дальше? Вот когда вы досмотрели видео, вам понятно, что дальше произойдет? Нет, непонятно. Это был вопрос с подвохом. Нет, непонятно. Самая основная проблема вот этого, вот этой онлайн-части, вот этого онлайн-курса в том, что здесь полное отсутствие навигации. То есть мы как бы… Ну, смотрите, мы приходим в институт, мы в прекрасной вот этой аудитории, мы знаем, что делать, потому что мы были в этой ситуации тысячу раз. То есть мы ходили в школу, мы знаем, что нужно зайти, найти свое место, сесть, убрать свои вещи. То есть это такой наработанный ритуал. Когда мы находимся в онлайн-обучении, если… Для многих людей онлайн-курсы – это то, чем они занимаются впервые в жизни сейчас. Если у нас нет достаточно навигации в онлайн-курсе, это создает нам огромную проблему, потому что мы начинаем отвлекаться и терять нить, соответственно, того, чего мы изучали, и мы ужасно отвлекаемся, мы не знаем, что делать дальше, и чем больше это происходит, тем больше у нас шансов сказать себе, ну, в общем, зачем мне было это вполне… Мне было совершенно не нужно, и как-то непонятно, что здесь делать, и к черту все это закончили. Я умываю руки достаточно. В общем, в онлайн-курсе, что я хочу сказать, должна быть очень хорошая навигация, чтобы она была понятна. Что дальше? У нас следующий урок. Сколько мне займет этот урок? Вот это все должно быть очень понятно. На самом деле я вырезала этот кусок, у них была навигация в этом курсе. Все отлично, то есть понятно, что будет дальше, какое видео, что будет тест. Да, даже минута указана. Значит, вот тоже хороший пример онлайн-навигации того, что ты понимаешь, где ты находишься, сколько времени у тебя это займет, и куда мы движемся дальше. Поэтому если вы составляете онлайн-курсы, вы должны всегда обращать внимание на то, что ваш читатель, слушатель, в зависимости от формата, студент должен понимать, где он находится, и какое время у него займет для того, чтобы дойти до той точки, куда он движется. Вот. Значит, да, вот здесь тоже неплохой формат, в котором мы знаем, что у нас все будут, все лекции у нас в формате видео, все видео на месте, мы знаем, какое видео следующее, мы видим, сколько времени займут каждое из этих видео, и, соответственно, мы понимаем, где мы находимся. Вот. Значит, очень важная вещь в онлайн-курсе – это обратная связь. Почему? Вы слышали все вот эти ужасные цифры на тему? А в MOOC-ах процент людей, которые заканчивают курсы, что-то типа 3-5%, что-то прям совершенно низкое, 1%, что-то прям до 5%. Это же ужасно. Меня это искренне задевает, потому что мы говорим о том, что очень классно, что обучение стало онлайн, можно где бы ты ни был, кто бы ты ни был, можно найти эту информацию, научиться чему угодно, но при этом мы забираем у наших студентов очень большой… В общем, простите, я обычно рассказываю педагогическом дизайне на английском, у меня очень плохо с русским. Я искренне за это извиняюсь. Обратная связь – это очень важная часть организации онлайн-обучения. Студент должен понимать, что он здесь не один, что ему есть у кого спросить. Если он заблудился, запутался, не понимает, у него должен быть тот человек, и он должен быть очень близко к человеку, у которого он может спросить, а дальше что делать? Помоги мне, друг. То есть онлайн-обучение без этого… То есть если у вас нет какой-то чудовищной мотивации, какой-то прям настолько сильной, которая поможет вам пройти онлайн-курс, или какой-то восхитительной самодисциплины, без этого вам будет очень трудно. То есть в любом онлайн-курсе должна быть техподдержка, потому что не все хорошо пользуются компьютером, и это нормально, и в этом нет ничего страшного. И если вы пользуетесь каким-то learning management system или какой-то программой, которую люди видят впервые, они должны понимать, что у них есть поддержка, и им есть у кого спросить, как им пользоваться. Должно быть обязательно понимание того, кто твой преподаватель, кто человек, который может ответить тебе на вопрос, если он у тебя есть. И важно понимать, что ты здесь не единственный студент, и что есть другие люди, которые тоже, может быть, страдают через те же, проходят через те же тернии, что и ты, и у них можно будет спросить, как ты друг? Что делать нам дальше с этим? Вот пример, соответственно, части курсов, в которой представляет преподаватель. Какие у вас есть претензии к этому? Отлично, что еще? Непонятно, что преподает. Да. Часы работы, да. Непонятно, как он выглядит. Вы видите его фотографию? Его регалии. Его регалии. Почему он, соответственно, может вам преподавать этот курс? Почему? Да? Шаббат, не знаю. В годные дни, да. Да, вот это плохой пример, например, отсылки к преподавателю. Вот лучший пример. Значит, вам нужна помощь, такие-то часы, вы можете достать меня в зуме, запишитесь по этому линку. Да? Правда? Гораздо лучше. Вот в идеале должно быть так. Или еще даже больше информации. Чем ее больше, тем лучше. Вот. Соответственно, продолжаем говорить об обратной связи. Вот это как раз справа тот сниппет, который я взяла, того, где преподаватель представляет себя, текст объяснения задания, отсутствует совершенно понимание того, когда будет обратная связь. То есть ты сдал какой-то там реферат, что-то такое, ты должен понимать, когда ты получишь ответ на вопрос, хороший я человек или нет, хорошо ли я сделал свою работу или нет, в чем мое, в чем миссандерстендинг, которое произошло, в чем… В общем, обратная связь должна быть на всех уровнях. Вы должны быть уверены, что вы можете связаться с преподавателем, вы должны быть уверены, что вы можете связаться с другими студентами, и вы должны знать, когда вам откликнутся и скажут на ваши работы и так далее. Вот. Другая важная часть — это community. Это общество, сообщество того понимания того, что ты учишься с другими людьми, и они могут тебе помочь. Чтобы понять, кто эти люди, нужно всегда в начале онлайн-курса попросить людей представиться. Вот это один из курсов, над которым я работала для Колумбийского университета. То есть вам нужно представиться, вам нужно рассказать о себе, почему вы берете этот курс, чтобы другие люди понимали, кто вы, зачем вы здесь, и, например, могли для себя представить, что если вдруг у вас какие-то схожие интересы, они могут вам задать какие-то вопросы. Может быть, вы знаете что-то больше, чем они. Может быть, у вас какая-то сфера деятельности очень схожая. То есть вот это все должно… Чем больше таких заданий вы вставляете в онлайн-курс, тем лучше он будет, потому что люди будут чувствовать себя на своем месте и будут знать, что они не одиноки вот в этом процессе. Вот, например, какие-то сниппеты того, какие ответы предоставили люди на этот вопрос. То есть у каждого есть фотография, у каждого объяснение того, почему они пришли на курс, что они хотят от него добиться, почему им это интересно. И вот такие вот вещи. Так, следующая проблема онлайн-курсов. А почему? А я вам не скажу. Вы должны меня ответить. Что не так с этой картинкой? Вот у вас видео. Какие есть предположения на тему того, что здесь не так? Если вы увидели вот это видео в онлайн-курсе. Ну, да. Что не так с этой частью онлайн-курса? Да. Отлично. Какое у вас было? Название еще куда-нибудь шло. Ну, да. Я хотела поговорить о времени, то есть о времени видео, о длине видео. А длина видео, вот этот час, это чудовищно. Так не должно быть. Да. Это слишком длинное видео. Давайте быть честными. Мы все живем в мире Инстаграма, коротких интересных видео, Нетфликса и прочих вещей. И память у нас как у золотой рыбки. И час взрослый человек не может удерживать внимание. Вот час прям посмотреть видео и вот все-все в нем понять. И это. То есть мы говорим, в английском это называется chunking. То есть разделение видео на кусочки, которые будут логически законченными. Соответственно, в педагогическом дизайне говорят о том, что это такие очень смутные данные. Много исследований сейчас выходит на эту тему, но по-хорошему длина видео должна быть не больше 10 минут. Или если вы уже пошли на какое-то видео длиннее, у вас должна быть интерактивность внутри видео, о которой мы поговорим чуть-чуть попозже. Но вот это, например, фотография того, что это не дело. То есть два видео подряд. Одно 20 минут, другое 46 минут. Никто у вас до конца этого курса не дойдет. Я вам гарантирую, все сольются гораздо раньше. Что не так вот с этим примером? Что вы имеете в виду под своим акцент? Например, можно увидеть, что это было время, что это название на вашем акценте. То есть ориентироваться сложно на это. Когда ты бросаешь первый взгляд, отлично, да. Структурирование текста отсутствует. Что еще? Добавить инфографику. Добавить инфографику – тоже прекрасное решение. Отсутствует визуальная часть. Что еще? Вот вам легко читать это? Не очень, да. Я понимаю, что когда я так ставлю вопрос, ответ очевиден. Да, но не должно быть вам легко читать, потому что, значит, у меня всегда проблема с тем, как правильно перевести это слово на русский. По-английски оно называется accessibility. То есть доступность, читаемость. Значит, есть такая вещь, называется contrast checker. Вы, когда вы делаете онлайн-курс, слева слово читабельность, которое, соответственно, символизирует концепт читабельности, того, что если у вас недостаточно контраста в тексте, людям будет очень трудно его читать. И, соответственно, когда у нас появляются головные боли или расплываются глаза, не глаза, текст расплывается на экране, это все ошибки людей, которые недостаточно контрастным сделали текст. То есть я взяла текст с прошлой страницы. Я, можете загуглить, это называется так, contrast checker. Я взяла пипеткой цвет основного текста, я загрузила его в эту программу. Он прошел, видите, по многим показателям. То есть если нормальный текст, может быть да, может быть нет, большой текст сойдет, картинка такого цвета сойдет. Но если хотя бы в одном месте есть fail, то есть вы провалились, вы не имеете права ни в каких учебных заведениях, например, в США, вот такой вот цвет использовать, потому что люди с плохим зрением, люди с потерей зрения, они как бы, то есть вы им вредите по факту, если вы выбираете такой цвет текста или такой размер текста. И это очень важно, потому что вы хотите, чтобы люди, которые проходили ваш онлайн-курс, наслаждались им и не мучились такими вопросами и такими страданиями того, что у них будут болеть глаза и слезиться и так далее. Читабельность. Значит, у читабельности есть несколько параметров. Контраст. Контраст должен быть 7 к 1. Ну, как бы это все делается онлайн. Это довольно просто понять и загуглите. Есть всегда проблемы с тем, что многие люди дальтоники, и некоторые цвета у них отражаются, ну, как бы не так, как у всех остальных. И нужно всегда быть очень аккуратным с цветами, с такими цветами, как красный, зеленый, синий и оранжевый, потому что они… Честно, не могу сказать, как именно это работает, но эти цвета могут очень затруднять понимание людей, у которых есть проблемы с восприятием цвета. Если у вас есть видео, у любого видео должны быть субтитры. Кому-то с ними удобнее, кому-то с ними неудобнее, но они должны быть. То есть они должны быть не в видео, а как closed captions, то есть когда вы видите там в YouTube две точечки CC, это называется closed captions, когда вы загружаете текстовый документ, в котором есть маркировка того, когда идут определенные фразы, реплики и так далее. И, соответственно, если людям удобнее читать и слушать, то они должны быть в состоянии смотреть на… читать эти closed captions. Мерцание, мерцание экрана – это страшная вещь, она тоже вызывает у нас у всех головные боли и является признаком очень плохого педагогического дизайна. Экран не должен мерцать. То есть мы все балуемся вот этими анимациями, когда делаем презентации. Вот никаких мерцающих анимаций или вот что-то такого, что будет очень раздражающим, не должно быть. Все, что вы делаете мышкой, должно быть доступно к тому, чтобы вы делали это клавиатурой. И иерархия. Иерархия – это структурирование текста, о котором мы говорили. У любого задания, у любой страницы должно быть четкое название, четкое… заголовок, заголовок самый большой, подзаголовок чуть поменьше, структурирование, то есть текст, который важнее должен быть либо жирным, либо, соответственно… Какое слово по-русски? Наклоненный? Текст. Курсив. Курсив, точно. Так. Значит, представим, это не страница онлайн-курса, это, скажем, видео на YouTube, которое я слушаю, и вопрос такой, почему меня раздражают желтые кружки, и что они обозначают? Реклама. Да, именно так. Я знаю, что это какая-то неплатная версия, у меня будет реклама, и меня это раздражает, но для онлайн-курсов это очень хорошо. Не реклама, естественно. Значит, это все идет к теме интерактивности онлайн-курса. Мы говорили о том, что видео не может быть длиннее 10 минут, но если оно длиннее 10 минут, каждые несколько минут, по-хорошему, 3-4, должна быть какая-то интерактивность добавлена в курс. То есть, знаете, когда вы смотрите Netflix, и вы так чуть-чуть позадремали, и Netflix вас спрашивает, вы еще живы, вы еще смотрите? Вот как минимум такая интерактивность должна быть в курсе, когда вы посмотрели кусочек, и вас спрашивают, вы все поняли? Или там какой-нибудь коротенький вопрос на тему. О чем был текст, о чем была лекция, или вот какие-нибудь такие вещи. Есть очень много вариантов, то как добавить эту интерактивность в курс, я не могу не нахвалить прекрасный портал, который называется h5p.org, в котором есть очень много бесплатных, они вообще все бесплатные, у них есть, это такие плагины, которые, соответственно, позволяют вам в видео добавить разную интерактивность. вот, значит, то есть вот это все разные вопросы, разные форматы вопросов, тестирования, которые вы можете добавить в видео. Например, вы можете сделать drag and drop, когда там, ну вот у вас какой-то вопрос, картинка, и вы хотите, и другая картинка, то есть там какая-нибудь фотография сердца, не фотография, а там схема сердца, в которой тебя спрашивают, а вот этот вот кто какой-нибудь отросточек, он в каком месте должен быть в сердце, и вы должны его взять и перетащить туда, и тогда, когда вы перетащите его в правильное место, вас пропустят к следующей части курса. Вот. Очень много таких штук, они делаются очень просто, прям вот советую искренне. Вот. Очень большой популярностью, и очень классно смотрятся hotspots. Hotspots — это когда вы добавляете на какую-либо картинку какую-то точку, и, соответственно, если вы нажимаете на эту точку в этой части, ну вот в этом случае, это вот эти кружки с плюсиком, вам появляется какое-то описание того, что, почему именно эта часть картинки важна. Вот. Такие тоже очень классные штуки, в которых вы просто тестуете вопрос, что это такое, как бы вы это описали, там нужно вводить собственный ответ. Очень классная вот эта штука, я не могу ее показать, но это когда вы вводите вот эту штучку, и вам показывают разницу между картинкой до и после. Вот. Это все очень просто делается в H5P, и я прям вам очень советую все это делать. Вот. Геймификация. Это очень классная тема. Она может использоваться в двух случаях. И для обучения, и для тестирования. На самом деле это довольно такое широкое понятие, в котором тоже из типа вопросов, что такое педагогический дизайн, что такое геймификация. Каждый это по-своему определяет. Для меня геймификация – это и геймификация, о которой мы только что говорили, вот это такие геймифицированные элементы онлайн-курса, и это геймификация типа сценарио, сценарийных игр, в которых вы какие-то делаете выборы, чтобы дойти до какого-то результата, который вам покажет, правильно вы поняли изученный материал или нет. Я искренне советую три программы, в которых можно делать сценарийные игры. Это уже H5P, по которым мы только что поговорили. Там попроще все, прям очень легко им пользоваться. Следующий по сложности – это Articulate Storyline. Им довольно просто пользоваться, довольно легко разобраться. И Adobe Captivate существует только потому, что он динозавр, и никто не решился его обезглавить и что-то с ним сделать. Adobe уже не делает с ним ничего. Последние лет пять, наверное. Если ничего больше нет, то можно воспользоваться Captivate. Если есть, то не советую. Например, вот такие всякие штуки можно делать в таких программах. Тестировать по шагам. Или вот такие делать сценарийные игры, в которых… Вот эта игра мне очень нравится. Это игра для медицинских сотрудников, которые учатся давать диагнозы в совокупности всех вещей, которые вы узнаете о своем пациенте. То есть вы выбираете пациента, вы читаете его историю, вы отвечаете на вопросы о том, как он выглядит, вы рассматриваете его там какие-то части тела, и вот как раз-таки синие точки у нас – это как раз-таки такие же hotspots, о которых я говорила раньше, в которых вы можете прочитать, что не так, с какой частью тела, и, соответственно, ставите диагноз. И в итоге вам говорят, поставили вы правильный диагноз или нет. Что очень важно, когда мы говорим о педагогическом дизайне, это то, что… Поскольку это очень новая ветвь в педагогике, это очень новая сфера, нет какого-либо правильного ответа на вопрос, что правильно, что нет, что работает. Ну, как бы у нас есть исследования, вот все, о чем я говорила раньше, это все описано на исследованиях, но исследования не успевают угнаться за развитием технологий. То есть сегодня у нас есть AR-VR, а практически нет исследований о том, как использовать AR-VR, потому что… Но они так быстро развиваются, что просто исследователи не могут угнаться за всем этим процессом и какие-то делать нам очень понятные педагогические чек-листы, которыми мы можем воспользоваться, чтобы сделать наш педагогический процесс лучше. Соответственно, когда мы говорим о педагогическом дизайне, мы говорим о том, что он iterative. И опять-таки у меня проблемы с русским языком. Iterative – это когда вы постоянно работаете над этим. То есть вы видите, что это не линейная система, а такая круговая, в которой процесс работы над педагогическим дизайном не кончается никогда. То есть вы что-то придумываете, дизайните, потом вы создаете прототип, вы это тестируете и понимаете, работает это или нет, и, соответственно, возвращаетесь к первой точке и снова делаете это заново. Только таким образом вы понимаете, работает что-то или нет. Сколько вы мне говорили о педагогическом дизайне, все… Помните вот эти цифры ужасные, о которых я говорила, про муки, которые никто… Муки. Смешно, что они называются муки, и они вызывают у студентов так много мук. Значит, все это зависит очень сильно от мотивации студентов, и почему они пришли на этот курс, и что они хотят из него вынести. И пока мы не научимся правильно работать с мотивацией, никакого толку… Ну, то есть не никакого толку. То есть вот в этом прекрасном рисунке айсберга, который я изобразила, верх айсберга – это педагогический дизайн, в котором мы исправляем вот все, что можем исправить на техническом уровне, навигацию, делаем читабельность и так далее. А вся вот эта нижняя часть – это мотивация, с которой я думаю, что мы работаем недостаточно, и надо с ней гораздо больше работать. Из всех мест, где я работала, лучше всего научились работать с мотивацией в нон-профите, который назывался Girls Who Code, которым, значит, учат девочек, школьниц, студенток университетов программировать. Вот, значит, они делают следующие вещи. Они учат их программировать на примерах того, что им важно. То есть вы… я, ладно, в этом случае я. Я семиклассница, которая пришла в клуб Girls Who Code и говорила, что вот я хочу научиться программировать. Программировать трудно. Да? Правда? Я училась программировать. Очень трудно. Для меня очень трудно, по крайней мере. Как удержать мотивацию этой девочки через весь год, чтобы она продолжала приходить на эти занятия и продолжала учиться и не бросила? Очень важно это… То есть они очень классно подошли к этой проблеме и научились спаривать с… Окей. Значит, соединять то, что важно этим девочкам с программированием. Значит, они делают такие вещи. Они у девочек на первом занятии спрашивают, что для тебя важно в этой жизни, как ты хочешь изменить этот мир, чтобы он стал лучше. И девочки разговаривают о том, что их волнует. Там кто-то хочет, чтобы люди с какими-то психологическими проблемами, с психологическими заболеваниями, у них было больше шансов учиться или что-то делать. Кто-то считает, что… Ну, в общем, как бы все… Вот что придет семикласснику в голову, все что угодно. Вот. Они собирают девочек по группам, которые по смежным интересам, и девочки придумывают либо приложение, либо веб-сайт, который, соответственно, будет решать эту проблему. Вот, например… Это, честно, картинки, настоящий сайт, который делали девочки, по-моему, пятого класса, не помню. Пятый, шестой класс. Значит, они все были девочки афроамериканского происхождения, и они очень страдали с тем, что они учились довольно в белых… Не сегрегированных. В белых школах, в которых мало кто из их белых одноклассников знал историю Африки, о том, почему они оказались в Америке, почему, какие есть народы, какие есть культуры в Африке. И они сделали этот сайт для того, чтобы их одноклассники могли туда зайти и почитать об их культуре. И поскольку это было очень важно им, это протягивало их через весь вот этот вот год обучения, и каждый раз, когда они натыкались на какую-то проблему с программированием, они обращались внутрь себя и, соответственно, могли себе ответить на вопрос, почему я все еще здесь, почему мне это важно. Мне это важно, потому что я хочу сделать мир лучше, я хочу, чтобы мои одноклассники могли понять лучше, кто я, а там в идеале еще не одноклассники и кто-то другой. Простите. Значит, вот это тоже пример, по-моему, это сайт, да, это был сайт для людей, которые страдают расстройствами, психическими расстройствами. Это был сайт, который давал советы о том, как себя вести в разных ситуациях, если у вас паническая атака. И вот такая девочка, которая придумала этого, тоже страдает паническими атаками, и для нее было очень важно, чтобы люди, которые, может быть, страдают этим, может быть, впервые с этим сталкиваются, могли где-то найти ресурсы, которые им помогут. Это тоже был сайт для людей с проблемами психическими, и он советовал, какие книги или музыку послушать, чтобы расслабиться. Вот. Это все, что я хотела рассказать сегодня, и теперь я отвечу на все ваши вопросы. Просьба задавать вопросы микрофонами. Поднимите руки, я к вам подойду. У кого есть вопросы, давайте. У меня вопрос по вот этому сервису, который вы говорили, HP. HP. Вот. Как вы вставляете эту информацию в само видео? Это делается тоже через какие-то ресурсы? Это через HP и делается. У нас нет сегодня здесь интернета, чтобы показать. Ну, в общем, там все очень просто. Там прямо вот для таких людей, как я, для дебилов. Значит, там первый шаг. Загрузите видео. Прямо по шагам. А вот куда его загружать? Ну, то есть… Прямо туда на сайт вы его загружаете, и потом, когда оно загрузилось, он вам говорит, какую вы хотите интеракцию добавить. Вы выбираете интеракцию, и он дает вам всякие вопросы о том, как там… Если это, допустим, вопрос какой-то, который появляется в середине видео, он спрашивает, напишите сюда вопрос, напишите сюда ответы. Или там, если это картинка, загрузите картинку, которая появится в видео. То есть он все там делает за вас, и вы только прям да-нет, да-нет отвечаете. И потом это видео, то есть оно сохраняет эту интерактивность, и я могу выкладывать его на тот же самый YouTube, и этот кусочек останется. Спасибо. Пожалуйста. Еще. У меня такой вопрос. Как можно ставить педагогический дизайн в современные российские школы? Это прекрасный вопрос. У меня в голове сейчас такой прям ураган того, что нужно сказать, мне нужно его отфильтровать. Педагогический дизайн – это такая процедура, которая сильно должна улучшить жизнь тех, кто с ней связан. Соответственно, ну вот пример, который приходит мне в голову, который мне кажется был бы очень классным, хотя искренне отвечу, я мало что знаю о том, как устроен процесс обучения в российских школах сейчас, потому что я закончила школу лет назад, не будем фокусироваться на этой ужасной цифре. Я считаю, что, ну, по крайней мере, в американском формате самым популярным и самым эффективным методом было blended learning, смешанное обучение. То есть это система, в которой вы делаете много-много видео, или вы берете откуда-то много-много видео, которые вам объясняют все теоретические аспекты того, что вы преподаете, и, соответственно, вы как бы переворачиваете это обучение, дети идут домой и там изучают новый материал, а потом они возвращаются в школу, и вы с ними занимаетесь, вы как учители с ними занимаетесь задачками, практическим применением этого материала. Значит, проблема, ну, по крайней мере, американского образования долгое время была в том, что ужасно понижается мотивация учиться, если у вас нету человека, который вам может быстро помочь разобраться в какой-то проблеме. Все же помнят этот момент, когда вы смотрите на какую-то строку кода или что бы это было, и она просто doesn't make sense. Соответственно, если у вас нет мамы, которая физика, вы делаете задания по физике или кого-то, кто может вам дать ответ, у вас ужасно понижается вот эта мотивация, и вы просто как бы, вы вот медленно, но верно таким вот образом наращиваете ненависть к этому предмету, и потом вы не хотите его больше никогда в жизни трогать, потому что, ну, зачем мне это нужно. Соответственно, когда вы пользуетесь этим смешным обучением, вы идете домой, там вы вроде как разобрались, может быть, и не разобрались, но вот как бы прослушали, как минимум теоретическую часть, вернулись назад, и когда вы уже садитесь что-то делать, у вас есть живой человек, то есть преподаватель, или ваши же студенты, потому что, может быть, вы не разобрались в этой теме, в смысле ваши одноклассники, а может быть, вы в этой теме не разобрались, а Петя разобрался. И, соответственно, если вас посадить вместе с Петей, то Петя вам поможет. И у вас не накапливается вот этого ужасного ненависти к математике, а в моем случае, которая вас разъедает до конца жизни, и как-то вот это очень гораздо проще все проходит и эффективнее. Еще один вопрос. Как соотносится педагогический дизайн с, в принципе, методологией, с работой методистов в школах? Потому что, я знаю, вы учились как бы изначально в русском вузе, то есть вы понимаете специфику, и вот это вот интересно, как соотносится эти два понятия? Мне всегда сложно ответить на этот вопрос, потому что мое образование в преподавании иностранных языков, и там как бы всегда все было довольно такое хипстерское, скажем так. Я, честно, немного знаю про методику преподавания каких-то точных наук. Значит, в Америке такое дело. Методисты светило наше общество, они двигают нас туда, куда нам нужно идти, они знают, как преподавать предметы. Педагогические дизайнеры — это такие люди, которые… Какой бы пример хороший привести? Теория большого взрыва. Многие смотрели, нет? Вы смотрели? Нет. Хорошо. Ну, в общем, есть люди, которые хорошо разбираются в науке, а есть люди, которые… Скажем так, отличники и четвершники. Вот методисты — это отличники. Они прекрасно понимают, как работает процесс. А четвершники достаточно хорошо понимают, как работает процесс, но при этом они еще понимают… как бы они не настолько зациклены в своем вот этом вот кругу, и они гораздо более гибкие и адекватные восприятия информации. То есть в этом формате методисты у нас отличники, а педагогические дизайнеры — они четвершники. И они ведут ситуацию шире. То есть в Америке педагогические дизайнеры, которые работают в школах, они, как правило, являются консультантами. То есть приходит там школа какая-то, посылает запрос на педагогических дизайнеров, и она говорит, вот у нас ужасные отметки по математике у студентов в нашей школе, все ужасно, мы не знаем, что с этим делать, помогите. Приходят педагогические дизайнеры, садятся на уроки, смотрят и как бы расчленяют процесс образовательный на… ну как бы они его анализируют, чтобы понять, что не так. Иногда это методологическая проблема. Может быть методист достаточно качественно сделает свою работу. А может быть просто преподавателя какой-то очень специфический стиль преподавания. А может быть преподаватель недоучитывает какие-то особенности класса. Может быть это смешанная аудитория. Может быть он слишком быстро преподает. Может быть он слишком медленно преподает. Может быть он как бы очень склонен. Может быть он визуал, и все очень визуальное, а все студенты в классе аудиалы, и им это не подходит. Педагогические дизайнеры пытаются сделать вот этот процесс преподавания более человекоориентированным, человеконаправленным. То есть они не всегда решают методические проблемы. Но как бы… То есть педагогические дизайнеры должны знать методологию того, как нужно преподавать, но при этом они должны видеть проблему шире, чтобы понять, как ее исправить. Спасибо. Можно я еще вопросы задам? Скажите, вы сказали, что зовут откуда-то этих педагогических дизайнеров, откуда их зовут, откуда их берут? Ну вот в зависимости от того, какие-то школы имеются у педагогического дизайнера как часть, соответственно, коллектива рабочего. То есть как есть школьный психолог, есть школьный педагогический дизайнер. Какие-то школы не имеют бюджета на это, и они как бы нанимают просто консалтинговое агентство, которое занимается педагогическим дизайном, которое присылает педагогических дизайнеров. Как правило, такие агентства работают при университетах. То есть это люди, которые работают над исследованиями того, какие методы лучше всего работают, какие программы. И, соответственно, как часть их работы они приходят в школы и решают вот эти проблемы со школами. А как вы думаете, в российских реалиях это можно как-то провернуть? Мне хотелось бы надеяться, да. Ну, как бы это все сводится к вопросу о финансах. Потому что в Америке тоже есть разные школы. То есть там сложная система с бюджетами, но как бы если ты не общая образовательная школа, как правило, у них достаточно бюджетов для того, чтобы нанять педагогических дизайнеров, чтобы исправить проблемы, которые есть у них в педагогическом процессе. Спасибо. Конечно. У меня такой вопрос. Каким вы видите будущее педагогического дизайна, или же какое будущее вы бы хотели видеть для своей специальности? Какой отличный вопрос. Спасибо. Как вас зовут? Мария. Мария. Боже мой, боже мой. Только маникюр сделала, мне нельзя их грызть. Будущее педагогического дизайна. Значит, я хочу в моем, я всегда делаю себе пример, если бы я жила в мире Диснея. То есть все было бы возможно в этом мире. Я была диснеевской принцессой, зеленые птички одевали меня по утрам. Вот в этом мире все новые технологии ничего не стоят. То есть AR, то есть виртуальная реальность, дополненная реальность, они вот ничего не стоят. Вот в этом идеальном формате моего педагогического мира все новые технологии, которые появляются, они совершенно бесплатные. То есть я могу дойти до магазина, взять очки виртуальной реальности и начать с ними что-то делать, придумывать какие-то вещи. То есть по-хорошему я хочу, чтобы все технологии были бесплатные, и все, кто занимается педагогическим дизайном, имели возможность привлекать все эти новые технологии и прям засовывать их в обучение, и смотреть, работает это или нет, помогать, как-то вот очень активно взаимодействовать с технологической сферой и использовать все новинки того, что они придумывают в нашей сфере. А еще очень хочется, чтобы… Называется шизофреническое соскальзывание, когда говоришь об одной теме, а потом забываешь, что хотел сказать. Я работаю над этим. Ну, в общем, да, хочется, чтобы технологии были доступны, хочется, чтобы было, в принципе, больше исследований в этой теме, чтобы были больше людей, которые занимаются исследованиями, специалисты, которые делали бы всякие eye-tracking studies, когда они надевают вот эти вот очки и смотрят, куда студент смотрит, когда воспринимает информацию и там, где он отвлекся, и потом анализируют вот этот онлайн-курс или что он смотрел, и как бы анализируют его реакцию, почему он отвлекся, чтобы понять, как это исправить. Вот, мне очень хочется, чтобы было много-много исследований, чтобы когда я думала о том, как исправить какую-то педагогическую проблему, которую меня наняли исправить, я могла зайти в какую-то библиотеку базу данных, и я там вводила какую-то проблему, которая у меня есть, и было просто 3 миллиона исследований на тему того, какие вообще есть проблемы в этом, и как люди считают, что их нужно исправить. Мне очень хочется, чтобы была очень классная наука, и с многими исследованиями о том, почему так и почему не так. Спасибо. Пожалуйста. Здравствуйте. Вопрос про муки, или муки, как вы их называете. Я вижу ключевые проблемы школы, плагиат, начиная с 5 класса, когда дети начинают учиться спицывать, и в вузах то же самое происходит. А с моками же получается еще сложнее. Помимо того, что могут сплагиатить чужое решение, так могут вообще другого человека посадить и никак не проконтролировать то, что это именно он проходит. Вот как вы решаете эту проблему? По-хорошему, есть вообще много систем, которые проверяют, плагиат это или нет. Ну, если другой человек сидит, допустим, папа посадил. Ну, допустим, ваш ученик там учится по какой-то там курс заканчивает, да, а сам понимает, что не справляется с теми заданиями, которые ему надо. Посадил другого ради той корочки, которая там предоставляется в конце обучения условно. Ну, это, конечно, не дело. По-хорошему, ну, по крайней мере, на курсере вы когда вот это, вы же вводите в начале, он запоминает ваш typing pattern, как вы печатаете. То есть если вы в итоге вот эти все курсовые работы, которые вы издаете в конце, вы их должны сами печатать, и, соответственно, программа должна узнавать по вашему typing pattern. То есть если вы посадите папу, который за вас будет делать, у папы будет другой typing pattern, и программа узнает. Ну, вот тоже недостаточным, я думаю, что систем, которые работают с плагиатом, его ловят на том моменте, на котором нужно. На самом деле я считаю, что нужно давать задания, которые не сплагиатишь. Ну, такое тоже вот. Я вообще живу в мире Диснея, у меня все очень оторвано от реальности. Значит, по крайней мере, ну вот как бы я всегда вспоминаю Girls Who Code, которые вот берут, что для тебя важно, и берут то, что ты, то, чему ты должен научиться, и придумывают, как тебе вот эти две вещи соединить вместе, чтобы ты и научился тому, что должен научиться, и все еще занимался тем, что тебе нравится. Вот. Я, у меня нет ответа на том, как придумать для каждого, для каждой темы, которую вы изучаете в школе или в институте, вот такой вот формат. Ну, как бы есть такая методология, которая называется project-based learning, то есть проектное обучение, в котором как бы в теории, если у вас достаточно времени, достаточно вот всех этих часов, достаточно материалов, и вы достаточно квалифицированный педагог, вы должны в идеале заниматься вот этими проектами со студентами, в которых они будут заниматься тем, что, то есть, как бы проект не спишешь, потому что это вот проект, то есть результат проекта, это вот твоя оценка. Вот. Как бы, а в том, что, как бы, ну, плагиат, это же тоже разного уровня плагиат. Одно дело плагиат скачан на какой-то реферат, который ты сдал и вообще даже не трогал, а другое дело — это плагиат, в котором ты посмотрел, как в другом проекте кто-то разобрался с проблемой, которая тебя волнует, а потом еще в своем проекте что-то еще сделал с этой вот проблемой и как-то ее модифицировал. То есть во втором случае я бы это не засчитывала как плагиат на самом деле. Вот. То есть мне кажется, чем более у нас, вот то, что они называют всегда human-oriented education, то есть вот рассчитанное на человека, тем меньше у нас будет проблем с плагиатом. Я не знаю, ответил я на ваш вопрос или нет. Я понял. Я на самом деле не только про это спрашивал, еще про то, что мы не знаем, кто с другой стороны компьютера, когда вот эти муки запускаем, мы не знаем, кто сидит с другой стороны компьютера. То есть не всегда это тот, который… Или, может, это несколько человек пытаются пройти один и тот же курс. Ну ладно, суть не в этом. Я хочу второй вопрос у вас спросить, про современную московскую школу и геймификацию. У нас, как вы знаете, сейчас разработана площадка «Московская электронная школа», которая позволяет создавать сценарий урока и тестирующие приложения для того, чтобы узнать, насколько школьник усвоил материал. Как ваша оценка всего этого направления? Честно, я мало что знаю об этом. То есть я знаю, что это есть, но я никогда не видела и не тестировала. То есть в идеале звучит классно. Если это работает, это потрясающе. Но я думаю, что вы не спрашивали об этом, если бы это работало так. Это работает, просто это все превращается в такое большое, как подобрать красивое слово, скопище информации, часть из которой, большая часть, не совсем качественная. То есть есть ли у вас такие же примеры, где, грубо говоря, очень много курсов, большая часть курсов или приложений, игр и прочее не соответствует… Как отсеивать, да. Как отсеивать некачественный контент в приложениях обучающих и прочее? Американцы так с этим делают, они с этим работают. Они, соответственно, у них есть, как называется, профсоюзы, unions. То есть понятно, что есть миллион сайтов, на которых люди скинули какие-то вообще… Ну вот этот весь шлаг образовательный, который кто-то там сделал на коленке, и он никому не нужен или он неправильно как-то отрегистрирован. То есть не тот хэштег, не тот… В общем, шлаг. Вот, значит, есть сайты, которые доступны людям, которые работают в профсоюзах, в которых… Они же платят отчисления в профсоюзы, и, соответственно, в профсоюзах нанимают людей, которые садятся и все это разбирают, отсеивают, удаляют, ставят правильные теги, дорабатывают, вот, и там получается такой качественный контент. То есть никто, кроме живого человека, вам это не сделает. То есть это как набор модераторов, которые должны качественно отслеживать этот контент. Еще вопросы? Ну, тогда я задам. Давайте. Дарья, скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, педагогический дизайнер – это все-таки специалист для стартапов, или все-таки это тот человек, который необходим в каждой образовательной организации? Вот он пришел, сделал, научил, показал, как это, и пошел. Или нет, все-таки это вот необходимые современные реальности? Он необходимый, он никогда не должен никуда деться. Это процедура, которая никогда не заканчивается, и она не должна никогда не заканчиваться. То есть вот это все, это сделал работу, иди гуляй, оно никогда ни к чему хорошему, качественному не приведет. Это все так быстро развивается, все так быстро меняется. Человек, который… Педагогический дизайнер должен быть всегда и в любой организации, в которой люди учатся чему-либо. Мне кажется, в любой организации люди чему-либо учатся, и это очень-очень-очень важно, чтобы был человек, который умеет правильно работать с этой информацией, и в стартапах, и не в стартапах, и особенно в образовательных учреждениях. Спасибо. Вот я хочу заниматься педагогическим дизайном. Я так понимаю, что в России нигде на это не учат, а какая у меня может возможность быть? Здесь может быть какие-то курсы есть онлайн, или это только за рубежом все? Конечно. Нет, очень классно. Вообще очень много-очень-много материалов есть в интернете о том, как стать педагогическим дизайнером. Вам нужно понадобятся следующие части изучить. Значит, вам нужно изучить теорию педагогического дизайна. Если у вас есть классическое педагогическое образование, вам не хватает только теории педагогического дизайна. На курс серии есть отличный курс, на linda.com есть отличный курс. На самом деле ищите просто instructional design theories и читайте их. Когда вы их все прочитали, очень классно прочитать какие-нибудь case study. Они тоже есть все в интернете. Главное понять основные медиумы, с которыми мы работаем. Мы работаем с видео, мы работаем с интерактивностью, мы работаем с играми, мы работаем с такими вещами, как можно больше исследований вычитать на эту тему. Потом вы учитесь следующим навыком. Все педагогические дизайнеры должны уметь все делать, то, что мы даем нашим студентам. То есть вы должны уметь делать видео, вы должны уметь их редактировать, вы должны уметь их резать и так далее, добавлять спецэффекты. Вы должны уметь заниматься графическим дизайном. Вот мы говорили о структурировании информации, о цветах, об инфографике. Это все графический дизайн. Вы должны знать базовый графический дизайн. Вы должны уметь программировать на очень довольно низком уровне. Это только HTML и CSS. То есть когда вы работаете в Learning Management System, в котором мы видели фотографии до этого, это же все веб-страницы. И чтобы красиво подать информацию на веб-страницы, нужно уметь пользоваться HTML и CSS, чтобы ее редактировать, чтобы все было на месте и чтобы работало все правильно. Ну вот эти программы, о которых я говорила раньше, которые интерактивные, геймифицированные или негеймифицированные такие вот сценаревидные модули делают. И, пожалуй, все. И вы можете быть педагогическим дизайнером. Хорошо. А есть ли какие-то альтернативные отрасли в России? Что-то смежное? Смежное с педагогическим дизайном? Да. Что-то наподобие педагогического дизайна существует ли в России? Мне кажется, педагогический дизайн существует в России. Вы думаете, нет? Ну вот именно в плане обучения. То есть была сказана информация о том, что в России не учат педагогическому дизайну. Я знаю, что в… как называется? Высшая школа… нет, британская школа дизайна. У них есть какие-то короткие интенсивы. Я не знаю, качественные они или нет, но я видела, что у них есть какие-то типа двух-трехмесячные интенсивы на эту тему. Но на самом деле педагогический дизайн… Я вот заученно говорю о том, что педагогический дизайн – это сфера, которая быстро развивается, развивается, развивается. Все есть в интернете. Все есть в интернете. Просто. На той же курсе есть миллион курсов типа learning how to learn online, how to teach online. И вот это все. Вот все, что имеет слова instructional, educational technology, learning online, e-learning. Вот это все, будет все доступная информация, которая вас научит быть педагогическим дизайнером. Спасибо. Пожалуйста. Еще один вопросик. В моем понимании слово дизайн на английском у нас ближе к проектированию, да, наверное. Когда при проектировании важно понимать результат. Во вгосах русских, российских, есть три типа образовательных результатов. Это предметные, метапредметные и личностные. То есть, когда мы что-то задумываем образовательное, мы должны понимать, какие результаты будут достигнуты. Вы, когда перед тем, как начать что-то создавать, вот неважно что, какие типы результатов предполагаете и описываете ли их, или они сами собой должны получаться? Одна из самых популярных и самых используемых теорий педагогического дизайна называется backwards design. То есть, когда вы строите, соответственно, проектируете обучение в зависимости от того результата, который вам нужен. Соответственно, в американских школах и университетах есть те же ГОСы, в которых прописаны знания, умения, навыки, межпредметные коммуникационные. Ну, в общем, все это есть. И, соответственно, когда мы строим обучение, мы вот идем от них и назад как бы отматываем, чтобы… То есть, мы начинаем процедуру педагогического дизайна не с того, что, ой, если бы я учила это, какой бы первая тема, которую я должна пройти, чтобы дойти вот до этого результата. Мы отматываем с конца. То есть, мы знаем конечный результат и отматываем потихонечку назад, чтобы посмотреть, как бы… То есть, вся проблема, мне кажется, заключается в том, что, когда ты долго занимаешься чем-то, ты забываешь, как это… Как, каково это было учить в первый раз в жизни. И поэтому, когда тебе может… В какой-то момент, если ты долго что-то препытаешь, тебя может раздражать, что кто-то не понимает так быстро, как ты. На самом деле, всегда нужно пытаться каким-то очень свежим взглядом смотреть на вещи и именно смотреть на конкретные, точные вот эти формулировки, которые дает нам педагогическая сфера о том, что именно это должно быть, и вот очень-очень тщательно все сформировывать. Потому что, если мы как бы идем от каких-то собственных представлений, как бы хорошо мы не знали предмет, мы не придем к тому же, что и должны. То есть, вот это отматывание назад и работа в строгом соответствии с американскими и неамериканскими голосами, это очень важно. У меня возник еще вопрос такой. Вот если мы представим, предположим, через 10 лет у нас появился такой блок педагогических дизайнеров, который может вызвать любая школа. Ну, предположим, там, ну, по онлайн-связи можно взять консультацию педагогического дизайнера, и, предположим, в какой-нибудь школе, в каком-нибудь Саранске проблемы там, предположим, у пятиклассников с математикой. И директор школы обращается к педагогическому дизайнеру, и тот как бы смотрит на этот урок, предположим, отдаленно. И он понимает, что педагог, который ведет, он, предположим, сухо излагает информацию. То есть, по методологии все блестяще, но сама подача, и педагог, ну, предположим, пожилой, много пожилых педагогов. Что посоветуют педагогические дизайнеры, может ли он, то есть, входит ли в его компетенции, например, в Америке сказать, учитель не подходит, убираем учителя? Нет. Так педагогический дизайнер мыслить не должен. То есть, мы все работаем в сфере обучения, и мы все прекрасно понимаем, что собака бывает кусачей только от жизни собачьей. Соответственно, если преподаватель преподает не так, как он должен преподавать, мы должны, как педагогические дизайнеры, обучить его преподавать правильно. То есть, педагогический дизайнер не имеет вот этой власти, и в идеале, в этическом, не должен говорить в школе, что у вас какой-то совершенно чудовищный преподаватель, если только преподаватель совершенно не чудовищный, и появится какая-то ошибка при его наборе на работу, или он совершенно некомпетентен. Педагогические дизайнеры выезжают в школу, они, как правило, в Америке смотрят несколько лекций, смотрят несколько уроков, понимают, в чем проблемы. Они, значит, создают свой бриф, который они сдают, соответственно, руководству школы о том, что проблема у вас вот в том-то, у вас старый пожилой преподаватель, он не делает то-то, то-то, он вот такие проблемы. И, соответственно, они потом разрабатывают систему того, как переучить преподавателя преподавать. То есть, они обсуждают, как взрослые люди садятся, как профессионалы, обсуждают, в чем проблемы, почему не так. Так, педагогические дизайнеры должны быть очень-очень-очень дотренированы в научных исследованиях. То есть, мы должны всегда очень-очень активно следить за научными исследованиями, потому что научные исследования — это единственная вещь, которая дает тебе авторитет сказать кому-то другому, ты не прав. Соответственно, когда я работала в non-profess, который тоже занимался похожим делом, это неприятно, вот это неприятные вот эти вот разговоры с преподавателем, когда ты говоришь человеку, что он делает что-то не так. Но по факту вы же преследуете одну цель, чтобы ваши студенты лучше учились. И преподаватели, как правило, оттаивают на каком-то моменте и соглашаются с тем, что что-то не так. Но это вот такой процесс, процесс, как называется, дрессировки преподавателя, в котором вы будете работать над тем, что не так, и что, и как исправить этот процесс. И, то есть, по-хорошему, эти школы заключают контракты с педагогическими преподавателями на год или на два, в котором, значит, устраивается педагогическое, как называется, professional development, вот там какие-то выходные или какие-то пару дней в неделю, там раз в два-три месяца преподаватели садятся и делают всякие воркшопы насчет того, как себя вести в разных ситуациях, как преподавать и так далее и тому подобное. И, соответственно, чтобы закрепить это поведение, вот эту дрессировку, значит, педагогические дизайнеры приезжают каждый месяц и там отсматривают, чему научился преподаватель, чему не научился преподаватель, с чем все еще проблемы. Может быть, изначально в брифе были какие-то педагогические дизайнеры, увидели проблемы не те, которые, в общем, вот это такой, опять-таки, вот этот iterative process о том, что пошел не так, как это исправить и так далее. Можно я еще? Конечно. Как вы думаете, не станет ли это в российских реалиях, давлением на учителей? Ну, то есть, вот будет сидеть какой-то педагогический, и они не будут воспринимать это как что-то больное, капающее? Ну, по-хорошему, как бы, мне кажется, нормальная практика, когда к тебе приходит коллега, чтобы посмотреть и дать какой-то отзыв. То есть я проходила педагогическую практику, вы и я, и у меня был преподаватель, который приходил и смотрел за моими парами. И мои студенты, не мои студенты, мои сокурсники тоже приходили, и мы учились друг у друга. То есть если мы говорим, если мы по-хорошему работаем в образовании, и говорим о том, как сделать образование лучше, мы все должны быть студентами на всю жизнь, lifelong learners. И, соответственно, как бы, если ты преподаватель, но при этом ты не хочешь учиться, там есть какой-то психологический разрыв в том, что ты делаешь в этой жизни. Спасибо. А как вы попали в сферу педагогического дизайна? То есть вот я закончу педагогический университет, и потом что? То есть вот как это все начать? Ну, я закончила университет. Я закончила магистратуру по специальности педагогический дизайн, но у меня много друзей, которые были педагогическими дизайнерами без этого. То есть они… Многие приходят в педагогический дизайн из школьного обучения, из школьного преподавания. То есть они понимают, что есть какие-то проблемы, они идут на какие-то дополнительные курсы или берут те же курсы онлайн и начинают по-новому смотреть на свой процесс и, соответственно, перестраивать его. И потом либо переходят в другую сферу корпоративную и становятся педагогическими дизайнерами там или начинают работать на вот эти консалтинговые компании, которые занимаются перекручиванием этого педагогического дизайна и исправлением ошибок его. Как бы там разные такие пути. То есть это все через самообразование потом в любом случае, да? Понятно. Спасибо. Наверное, мы на этом и закончим. Дарья, спасибо огромное за интереснейшую тему, лекцию. Спасибо всем нашим гостям за интерес к проекту и к сегодняшнему мероприятию нашему. Спасибо. Спасибо, что пришли. Спасибо. Спасибо. Спасибо.